всем привет с вами татьяна и вы на канале татьяна inspiration сегодня хочу показать свой старт который начинаю буду делать это обязательно моя программа успеть к новому году снимала видео обзор но к сожалению все информация на компьютере была потеряна хотел этот кусочек ставить свое видео поэтому к сожалению сейчас начну обзор набора но уже вскрытого и подготовлена подготовленного непосредственно к самому процессу речь идет о православной иконе под названием 3 ручица от производителя новослобода эту икону мне необходимо сделать до нового года это такой скажем так заказ у меня попросили сделать эту икону первое что хочу сказать что я уже вышивала икону от новослободы и мне очень нравятся разработки этого производителя вышивала я уже икону складе ольга книги не киевская и благородица умиления получила колоссальное удовольствие вышивала также уже обереги в дорогу но была разочарована комплектации все упомянутые видео ссылки я оставлю в инфобоксе но несмотря на ту ситуацию которая была с комплектацией мое общение с производителем скажем так не очень успешно и она в общем-то ну сыграла только всего лишь небольшое разочарование отношения производителя к своему покупателю но не никаким образом не изменила мое отношение непосредственно к самим набором я буду где-то в глубине души надеяться на то что это единственный момент и таких моментов очень надеюсь что у меня больше не будет вот поэтому я буду продолжать покупать этого производителя и выполнять эти равноборы ну и первое хочу хочу показать что конечно такой такое оформление я еще не делала вот такая вот рамочка большой плюс этих наборов то что они уже фактически с оформлением да здесь внутренность она такая же какой кон складней то есть внутри есть внутренняя резьба пазы куда вставляется непосредственно сама заготовка сейчас я ее уже вставлять не буду это вы увидите когда я буду оформлять сама деревяшка очень приятная покрытая узор вот этот золотом очень красиво это смотрится поэтому работа замечательная есть вот такой вот вырез для того чтобы иконку при необходимости можно было повесить но я знаю что эту икону будут не вешать оставить поэтому в общем то эта дырочка нам не понадобится ну вдруг пригодится обладателю и я хочу уже показать свою подготовку подготовила я в коробочке от шоколада башерон очень удобно многие процессы я здесь готовлю и мне очень нравится и хотелось бы начать инструкция была я к сожалению уже выкинула поскольку она мне не нужна но она для начинающих полезно удобно есть это символьная схема такая же схема присутствовала в иконах складнях иногда бывает качество рисунка цвета могут где-то пересекаться и хочется иногда заглянуть в схему они иногда очень помогают тем более они крупные поэтому я ее обязательно оставляю для того чтобы воспользоваться ниже мы видим ключ и всего у нас 7 цветов бисерин в разработке участвует вот такой вот вот такая вот схема мы давайте посмотрим непосредственно саму заготовку это перфорированный пластик я в покупках уже говорила что расписной вот этот материал давайте будем называть не знаю фонда холстом и язык не поворачивается вот это расписная схема она конечно обалденной красоты мне очень нравится как это прорисовано больше чем на превьюшки сейчас вам покажу на превью она с таким каким-то красноватым оттенком здесь более шоколадный цвет я не знаю камера на не так сильно передает но разница она в любом случае видно и мне очень нравится то что на вот этом рисунке эти цвета они какие-то естественные натуральные мне очень нравится ну вот у меня бисер приготовлен коврик нам это из предыдущего процесса есть ниточка 1 слободы но я ее не люблю вот эти бобинки буду перематывать на бобинку от волшебной страны и иголка тонкая длинная но мне мне нравится эти иглы но не в этих процессах не в этих процессах поэтому иглу я буду менять то которое в наборе на короткую неудобно мне на этой перфорированной основе вышивать такой длинной иглой и вот давайте посмотрим вот мы видим 7 оттенков вот есть такая светлая охра такой похожий цвет но такой немножечко чуть светлее но тоже называется а светлая охра он такой более бензиновый с каким таким бензиновым отливом хотя и вот это охрана тоже перламутровая но тем не менее цвет отличается тоже название светлая охра да вот вы видите но это такой матовый цвет следующий цвет тоже светлая охра но он как стекляшечка скажем так да то есть вот четыре цвета и все они носят одно и то же название хотя бисер разного цвета дальше фиолетовый хотя он не так сильно похож на фиолетовый какой-то коричневатый ты с фиолетовым таким небольшим отливом бензиновым бензиновым бы я бы даже сказала но вот тем не менее дальше просто коричневый цвет вот такой вот и тоже коричневый но уже матовый уже матовый видно не очень хорошо он очень темный но разработка она в принципе должна получиться темноватый поэтому ничего удивительного все у меня будет вот лежать в пакетиках не а сейчас все откреплю и буду насыпать по чуть-чуть на коврик и работать уже с цветом у меня будут номера перед глазами и я начну свою работу ну на этом кусочек этого видео 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 мини видео обзора завершается дальше мы с вами посмотрю я по ходу дела либо встретимся уже в процессе либо вы уже увидите готовый результат но и хочу показать вам кусочек как у меня идет этот процесс идет он легко без проблем получается очень красиво бисер довольно таки крупный никаких проблем по вышивке у меня возникает вот так организован у меня процесс я уже показывала как я буду организовываться из-под нитки вот эту картонку я оставляю для того чтобы втыкать сюда иголочку бобинка бобинка из-под волшебной страны у меня занята под мононитью взяла вот такую деревянную бобинку я как-то показывала в покупках что я покупала вот такие декоративные очень удобно не люблю на вот этой картонной нитке вышивать единственное что в процессе вышивки поняла что поскольку фон темный и бисер в приоритете тоже темный нужно было вышивать мононитью не зря хотела взять катушку с волшебной страной и даже когда увидела там мононить ничего у меня не подтолкнуло на то чтобы все таки вышить потому что местами белая ниточка она виднеется поэтому если вы вдруг захотите вышивать подобную кону я бы очень рекомендовала вышивать мононитью если ну у вас нет к ней претензии я с мононитью абсолютно спокойно дружу не скажу что прямо мне приносит огромный восторг и вышивать но я вполне спокойно с ней совладаю мне никаких трудностей с ней не возникает но это хорошая вещь в определенных моментах но к сожалению когда отшила уже большую часть я просто брала с собой деревню и и там вышивала и как раз там уже когда большой кусок был вот на но вот этот вот отшит я подумала о том что надо было вышивать мононитью вот и я рекомендую тем кто будет вышивать заменить нити на моно на моно нить вот это нить для данной работы мне кажется толстоватой белой поскольку очень много темного бисера и она не очень сюда подходит я просто не привередливая вышиваю тем что есть вот мое такое умозаключение надо было заменить на моно нить это было бы шикарно не не поблескивала бы вот эта белая нитка но я к сожалению об этом подумала слишком поздно но от этого работа хуже не выглядит вот и честно говоря у новослободы вот уже где-то говорила как-то не очень я люблю их нитки за то что они толстоваты у меня она почему-то постоянно путается в общем не особо я ее люблю нет работать я вполне могу работаю но не очень люблю и еще раз повторюсь в очередной раз неправильно было к этой работе вкладывать такую нитку темная много темного бисера понятно что есть и светлый и здесь как ни кстати актуальна была бы муна нить но это мое такое мнение ну на этом все следующим этапом я уже покажу готовую работу получается очень красиво мне очень нравится намного лучше чем на превью вот это конечно новослободе за это респект но все с вами увидимся через мгновение ну вот и закончила я свою работу икону троеручицу от фирмы новослободам и хочу немножко вам показать рассказать об этом процессе и немножко по традиции рассказать об этой иконе потому что на самом деле все эти исторические данные они довольно таки интересные процессы вышивки я уже говорила о том что поскольку фон темные много темного бисера здесь присутствует я бы стала вышивать эту работу муна нитью я не изменила своего мнения я по-прежнему говорю о том что если вы захотите вышивать эту работу то я бы рекомендовала вышивать ее муна нитью потому что где-то местами белая нитка светит а так работа вполне легкая легко шла по сути если сложить все время которые я делал у меня я потратила два дня на самом деле уложилась в три но третий день я вышивала очень мало поэтому его можно было бы перекинуть куда-то и все бы сложилось у меня за два дня набор стоит своих денег стоит если учесть что входит в набор материал готовая рамка я работу хорошенько промазала клеем момент кристалл предварительно я ее подрезала потому что я на самом деле я снимала обзор этого видео но у меня данные не сохранились так как слетел вин виндоус на компьютере поэтому я показать уже не смогла показала уже процесс непосредственно как я его стала делать была у меня съемка видео обзора и пузырилась очень работа в раме мне пришлось край один подрезать потому что он оказался чуть-чуть длиннее сейчас у меня вроде ничего не пузырится ну она мне еще сыровато приклеивается я думаю что все будет хорошо в данный момент работа сидит идеально ну что могу сказать воспользовалась я конечно как всегда вот этой схемой но все-таки она крупнее поэтому периодически я в нее подглядывала в ключик цвета соответственно мне она понадобилась может быть кому-то не понадобится процесс у меня был приготовлен в коробочке от башуран я собиралась нитки перемотать на бобинку от волшебной страны но обнаружила что у меня там мононить и вот это был такой знак что наверное надо было вышивать мононитью но тем не менее ниточки я перемотала на деревянную бобинку иголочкой я вышивала другой коротенькой не знаю откуда она у меня так что была вложена в набор для меня длинновато в данном ситуации вот эту картонку я использую часто для того чтобы вкалывать туда нитку но в этот раз этого не произошло бисера мне хватило всего за исключением цвета 16f название у них у трех цветов охра несмотря на то что осталось две бисеринки объясню почему бисера не хватило хотя все использовала правильно ничего нигде не перепутала вот этот номер он должен был быть еще сейчас скажу вот в этой длинной дуге и вот в этой короткой дуге а также вот здесь в рукаве буквально три бисеринки три бисеринки а у меня осталось их две то есть не в рукав добавить потому что одной не хватает ни сюда линию ломать тоже не получается и поскольку вот эти цвета охры они фактически похожи их даже вот вот здесь в платье используются два вида охра и вот даже на видео и в жизни разница особо между этой охрой не видно вот ну это надо очень очень сильно приглядываться чтобы увидеть эту разницу например вот эта полоса с этой да она сливается поэтому здесь конечно я выкрутилась что я взяла вот этот цвет вот здесь его прошила здесь и соответственно в манжету тут добавила поэтому то что мне не хватило бусин это не криминально поэтому не смотрите на то что осталось две бисеринки на самом деле цвета номер 16F по факту мне не хватило все остальное хватило и даже осталось 16V вот столько остатков 16C тоже достаточно прилично коричневые оттенки 14C 6A фиолетовый коричневый 14V ну и самое большое количество цвета это 16C а его осталось очень много его много в работе в принципе и на удивление очень много вы можете сказать что возможно я перепутала и где-то вставила не тот бисер нет ничего не перепутала всегда все сверяла проверяла насыпала совсем по чуть-чуть чтобы не ошибиться если переставала вышивать белым цветом поскольку цвета очень схожи я их снова ссыпала обратно в пакетик чтобы на коврике не оставлять и не искать из какого он цвета поэтому мне реально одного цвета не хватило но еще раз говорю то что его не хватило это не криминально потому что потому что все получилось достаточно гармонично и разницы никакой не дало а так в целом я довольна результатом процессом очень рекомендую ну и конечно же если кому то интересно может уже остаться кому не интересно уже может отключиться я немножко все таки расскажу об этой иконе потому что ну нужно понимать хотите вы вышивать нечто подобное или нету никакого смысла в этом я считаю что о таких вещах предыстории знать нужно ну прежде всего что можно сказать про данную икону это то что особенность образа заключается в том что в нижней части изображения есть третья рука вот вот одна вторая и третья да и здесь трактуется ну можно трактовать по-разному с одной стороны можно сказать что это третья рука это рука Божьей Матери а с другой стороны можно сказать что третья рука это как такой некий самостоятельный элемент который присутствует в данной иконе ну образ этой иконы он относится к одному из наиболее распространенных образов с младенцем которые используются в иконописи где Божья Матерь держит на руках младенца и вот у нас в нижней части появляется непонятная третья рука да но эту третью руку уже как традиционно принято рисовать в русских иконописях именно непосредственно у иконы под названием Троеручица ну вообще на самом деле существует легенда согласно которой считается что возникновение этой иконы было связано с эпизодом из жизни преподобного Иоанна вылетела с головы фамилия Дамаскина в которой рассказывается что Иоанн написал три трактата в защиту ну в защиту иконопочтения и направил эти трактаты императору Леву Третьему Исавру тот конечно же пришел в ярость но к сожалению ничего не мог он сделать так как Иоанн не был подданным относящийся к его империи Иоанн он жил в Дамаске и являлся министром при дворе халифа и чтобы помешать Иоанну писать труды в защиту икон император решил его оклеветать от имени Иоанна было написано ну такое некое подложное письмо в котором он будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании сирийской столицы ну конечно же это письмо и этот ответ на это письмо императорское было направлено на халифу Мианка был отстранен от должности и его решили наказать наказание заключалось в том что ему давно были отсечь кисть кисть правой руки которую впоследствии повесили на городской площади спустя какое-то время Иоанну вернули отсеченную руку обратно и он затворился у себя в келье и положил кисть к своей руке и стал молиться перед иконой перед иконой Богородицы через некоторое время он заснул а проснувшись обнаружил что рука чудесным образом приросла обратно и в благодарность за исцеление Иоанн ну как бы приложил к иконе вот эту часть руки которую сделала серебра ну отсюда и пошло вот это вот название Троеручица но важно сказать что в православной энциклопедии эта легенда не имеет никакого подтверждения поэтому она остается легендой и никто не знает действительно произошло это чудо или нет впоследствии конечно икона была принесена Иоанном в обитель святого Савы и хранилась там до до 13 века ну далее она меняла места но что важно знать это для чего служит эта икона и о чем просят у данного лика молящиеся они могут просить защиты от врагов могут просить о способствовании увеличения благосостояния также молятся когда что-то угрожает дому или семейному благополучию естественно просят исцеления от заболеваний или же молятся возле этой иконы желая здоровья родным и близким кроме кроме того эта икона она способствует и покровитель покровительствует тем кто занимается любым ремеслом и это важно знать все мы рукодельники и рукодельницы по факту занимаемся своим конкретным ремеслом и конечно я думаю что эта икона она могла бы являться хорошей покровительницей для нас рукодельных людей но это для тех кому было интересно на этом буду завершать свое видео я уже все сказала о том какое мне впечатление от процесса свое мнение о производителе Новослобода я тоже уже неоднократно говорила мне очень нравится их разработки несмотря на то что мне не очень везет с какими-то моментами я в общем-то продолжаю покупать этого производителя и работать данная икона будет вручена человеку который просил ее сделать после обряда освещения но на этом я буду заканчивать и прощаться с вами пишите свои комментарии задавайте вопросы если вдруг они у вас возникли хочется конечно обратной связи хочется услышать ваше мнение ставьте пальчики вверх если работа понравилась подписывайтесь на мой канал ну а я всем желаю хорошего настроения успехов в вашем творчестве и прощаюсь с вами до следующего видео всем пока пока я